Люди всегда заявляют. Нет, я не привык говорить в микрофон. Дело не в том, что люди подумают о вас. После такой проблемы не возникнет. Вы видите, я просто говорю всё, что хочу. Мне страшно выступать перед большой аудиторией. И если у меня не получается говорить как следует, потом я очень виню себя за это. Как мне справиться с этим? Дело не в том, что вы оказываете на себя большое давление. Просто вы вышли и выставили себя глупой перед группой людей. Итак, вы не хотите выставлять себя глупой. Как вы можете выставить себя глупой, если вы не такая? Я себя такой не считаю. Вы не можете выставить себя глупой, как и не можете изобразить из себя умную. Не так ли? Вы такая, какая вы есть. Только когда вы пытаетесь выглядеть умнее, чем вы есть, вы выставляете себя глупой. Обычно вы не так строги к себе, если за вами не наблюдает публика. Разве не так? В этом всё дело. Если за вами никто не наблюдает, и вы выставите себя глупой, вы не будете судить себя строго. Вы очень снисходительны к себе. Не так ли? Да? Десять человек смотрят на вас, и сейчас весть о вашей глупости разнесётся по всему миру. Вот что вас беспокоит. Нет. Вас должна беспокоить ваша глупость, а не то, что о вашей глупости станет известно публике. Вас должно беспокоить, что вы совершенно глупы. Именно тогда вы становитесь духовными. Дело не в том, что люди подумают о вас. Вы глупы в столь многих аспектах жизни. Само по себе это беспокоит вас, а не то, что за вами наблюдает десять человек. Когда это случится, вы естественным образом станете духовными. Сейчас вас волнует только одно. Это произошло на глазах у десяти человек. Я думаю, это хорошо. Но на вас снизошло откровение. Итак, зачем вы выступаете на публике? Почему вы выступаете на публике? Не нужно говорить на публику. Просто говорите. Люди всегда заявляют. Нет, я не привык говорить в микрофон. Я отвечаю им. Не говорите в микрофон. Просто говорите. Микрофон знает, что делать. Зачем нужно говорить в микрофон? Просто говорите. Микрофон сделает, что нужно. Не так ли? Зачем вы выступаете перед публикой? Если сидит публика, естественно, найдется кто-то, кто захочет принизить вас. Недавно, примерно 80 дней назад, я был с группой людей в Дели. Один человек, сейчас он немного отошел от дел, но в свое время он был правой рукой премьер-министра. Он был министром и занимал разные должности. Он объездил весь мир, выступал перед самыми разными людьми по всему миру. Мы просто о чем-то говорили. И он сказал, что даже... Я знаю точно, что он работал с некоторыми великими лидерами Индии, к примеру, с Индирой Ганди. Он был рядом с ней весь период ее правления. И он сказал мне, когда величайшие лидеры впервые выступают перед народом, они немного нервничают. После такой проблемы не возникает. это нервозность случается с вами, потому что вы заявляете, что эти люди являются частью вас, но это не так. Вот почему это с вами происходит. если вы действительно видите, что все это является частью вас, то вы просто говорите сами с собой. Тогда откуда взяться нервозности? Вы можете говорить все, что хотите. Видите? Я просто говорю все, что хочу. так что не нужно говорить с публикой. если вы действительно воспринимаете все вокруг как часть себя, то вы просто выражаете то, что является истиной для вас. Вот и все. почему вы должны быть в замешательстве и потом винить себя. Пусть они получат удовольствие от того, что принизит вас. Если вы говорите неразумно, они с удовольствием попьют вас. Зачем вам это делать? Это их работа. Оставьте работу других людей им самим. Вы же не пытаетесь делать все, не так ли? Если вы будете говорить неразумно, они будут бросать вас с камней. Пусть так и будет. Не бросайте камни в себя. В этом нет необходимости. КОНЕЦ